Николай Константинович Рерих родился 9 октября 1874 года в городе Санкт-Петербург, Россия. Его отец Константин Федорович Рерих был влиятельным в городе юристом. Мать Мария Васильевна была домохозяйкой, воспитывала детей. У Николая были старшая сестра Лидия и два младших брата, Владимир и Борис. В детстве мальчик увлекся историей, много читал. Скульптор Михаил Микешин, который был частым гостем в семье Рерихов, заметил, что у Николая есть талант к рисованию, и начал его обучать художественному ремеслу. Учился Рерих в гимназии Карла Майя. Его одноклассниками были Александр Бенуа, Дмитрий Философов. По окончании поступил в Императорскую академию художеств, и параллельно учился в университете на юриста. В академии работал в мастерской именитого художника Архипа Ивановича Куинджи. В это время близко общался с Ильей Репиным, Николаем Римским-Корсаковым, Анатолием Лядовым и другими. В студенческие годы ездил на археологические раскопки, а в 1895 году он стал членом русского археологического общества. В этих поездках он записывал истории местного фольклора. В 1897 году Николай Рерих окончил Академию художеств. Его дипломной работой была картина «Гонец», ее приобрел для своей галереи Павел Третьяков. Тогда же молодой художник получил должность помощника заведующего Императорским музеем, а параллельно работал в издании «Искусство и художественная промышленность». В 1900 году Николай Константинович Рерих решает поехать в Париж, там обучался в студиях художников Фернана Кормана и Пьера Пювида Шаванна. По возвращении Рерих предпочитал писать исторические сюжеты. К раннему периоду его творчества относятся картины-идолы, строят ладьи, сходятся старцы и так далее. Художник работал в области монументальной и театрально-декоративной живописи. Начиная с 1905 года Рерих трудился над оформлением балетных, оперных и драматических постановок. В этот период времени Николай Константинович ведет активную деятельность по возрождению художественной Руси и сохранению памятников старины. В 1903 году он организует путешествия по древнерусским городам. В это время пишет серию этюдов с памятниками архитектуры России. Также художник создает эскизы для росписи церквей и чесоем. В 1910 году участвовал в археологических раскопках, в которых ему удалось обнаружить остатки Кремля древнего Новгорода. В 1913 году Рерих начал работу над двумя панно, сеча прикерженца и покорения Казани. Размеры полотен были впечатляющие. Покорение Казани создавалось для оформления Казанского вокзала в Москве. Но из-за войны строительство вокзала затянулось. Временно панно было передано в Академию художеств. Но новый ее руководитель из своих личных соображений решил уничтожить музей Академии и все экспонаты, в нем находившиеся. В итоге полотно Рериха было разрезано на куски и роздано студентам. Вот так безвозвратно погибла работа великого художника. Также Николай Константинович трудился и над оформлением книжно-журнальной графики, например, он участвовал в создании издания пьес Мариса Метерлинка. В 1918 году Рерих переехал в США, в Нью-Йорке он создал Институт объединенных искусств. В 1923 году в городе стал функционировать музей Рериха, это был первый музей русского художника, открытый за пределами России. Но, пожалуй, наибольший след на творчестве Рериха оставила его экспедиция в Гималайи. В 1923 году он вместе с семьей приехал в Индию. Он сразу же начал готовиться к важнейшему путешествию в его жизни, в экспедицию по труднодоступным местам Центральной Азии. Эти территории интересовали его не только как художника. Он хотел изучить и решить проблемы, связанные с мировой миграцией древних народов. Маршрут был длинным и сложным. Он проходил через Секим, Кашмир, Синцезян, Китай, Сибирь, Алтай, Тибет и даже нехоженные области Трансгималаев. По количеству собранного материала данную экспедицию можно смело заносить в число крупнейших экспедиций Ховека. Длилась она 39 месяцев, с 1925 по 1928 годы. Пожалуй, самые популярные картины Рериха созданы именно под впечатлением от этого путешествия и Великих Гор. Художник создал серию картин Учителя Востока, Матерь Мира, цикл, посвященный великому женскому началу. В этот период он написал свыше 600 картин. В его творчестве на первый план вышли философские поиски. Великое литературное наследие Николая Константиновича Рериха. Он издал сборник стихов «Цветы морей», несколько прозаических книг, «Твердыня пламенная», «Алтай Гималай», «Шамбала» и другие. Но, пожалуй, главным литературным произведением Рериха является духовное учение «Огни-йога» или «Живая этика». Оно создавалось при участии супруги Николая Константиновича Елены Рерих. В первую очередь это философия космической реальности, закономерной эволюции космоса. По учению смысл эволюции человечества, духовное просветление и совершенствование. В 1929 году благодаря Рериху Николаю Константиновичу начался новый этап в истории всего человечества, был принят Пакт Рериха. Это был первый в истории документ, речь в котором шла о защите мирового культурного наследия. Договор об охране художественных и научных учреждений, а также исторических памятников был подписан 21 страной. Знаменательным годом для Николая Рериха стал 1899. Он повстречал свою будущую жену Елену Ивановну Шапошникову. Родом она была из семьи петербургской интеллигенции. С детства увлекалась рисованием и игрой на фортепиано, позднее стала изучать философию, религию и мифологию. Они сразу же прониклись друг другом, одинаково смотрели на мир, поэтому вскоре их симпатия переросла в сильное чувство. В 1901 году молодые люди поженились. Всю жизнь они дополняли друг друга в творческом и духовном плане. Елена Ивановна разделяла любые начинания мужа, была надежной спутницей и верным другом. В 1902 году на свет появился их первенец, сын Юрий. А в 1904 году родился сын Святослав. В своих книгах Рерих Елену Ивановну называл не иначе, как вдохновительницы и другиней. Новые картины он показывал в первую очередь ей, доверяя ее интуиции и вкусу. Во всех путешествиях и экспедициях Елена Ивановна сопровождала супруга. Благодаря ей Рерих познакомился с трудами мыслителей Индии. Существует версия, что Елена Ивановна была больна психическим заболеванием. Об этом свидетельствовал их семейный доктор Еловенко. Он писал, что женщина страдает эпилептической аурой. По его словам, такие больные часто слышат голоса и видят невидимые предметы. Доктор об этом сообщал и Николаю Константиновичу. Но он данную информацию воспринимал холодно. Рерих часто попадал под ее влияние и даже верил в ее экстрасенсорные способности. Еще в 1939 году Николаю Константиновичу поставили диагноз, свидетельствующий о болезни сердца. В последние годы художник хотел вернуться в Россию, но началась война, потом ему было отказано во выездной визе. Весной 1947 года все же пришло столь долгожданное разрешение. Семья Рерихов стала готовиться к отъезду. 13 декабря 1947 года, когда были упакованы вещи и свыше 400 картин, Николай Константинович дописывал картину приказ учителю. Неожиданно его сердце перестало биться. Похоронили великого художника по индийскому обычаю, тело сожги и развеяли по ветру с вершины горы. На месте кремации поставили памятник с надписью великому русскому другу Индии.